Здравствуйте! В ближайшие несколько минут я расскажу вам, что в настоящее время в работе у полиции и следственного отдела по Соликамску и в других городах Пермского края. Вот некоторые темы этой рубрики. Страшная находка в одном из дворов города. Грабитель при задержании распустил руки. В Березняках задержан приезжий наркозакладчик. Периодически в местных пабликах разных городов волонтеры поисковых организаций размещают объявления о поиске людей. И спустя некоторое время информируют, что пропавший найден жив или найден погиб. История исчезнувшего из поля зрения родных и друзей соликамца закончилась, увы, по второму сценарию. 28 января напротив третьего подъезда дома номер 148 по улице 20-летия Победы в кустах был обнаружен труп. Мужчина 1992 года рождения, который покончил жизнь самоубийством через повешение. В настоящее время выясняются причины произошедшего. Также в следственном отделе зарегистрировал материал проверки по факту без вести пропавшего данного гражданина. Его личность установлена, производится проверка. В нашем обзоре чрезвычайных происшествий периодически бывают истории о соликамцах, которые, совершив правонарушение, умудряются усугубить свое положение. По очередной такой ситуации на днях возбуждено уголовное дело. В дежурную часть полиции из Боровска поступило сообщение о том, что некий мужчина совершил попытку ограбления. Злоумышленник при задержании сопротивлялся. Уроженец города Соликамск 83 года рождения применил насилие в отношении представителя власти, ударив последнего кулаком в область лица слева. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 318 УК РФ. Наказание даже за один такой удар может быть разным. Штраф от 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Крупную партию наркотиков нашли березняковские полицейские. Что за вещества, какой массы и на какую сумму в расценках черного рынка тянет находка, сейчас расскажем. В комнате под кроватью. Что? Как это называется? Наркотики. И действительно, на съемной квартире в указанном месте оперативники обнаружили коробки с банками и свертками. Было 11 тысяч расфасованных пакетиков с разными веществами. Как выяснилось, свыше 3 килограммов героина и около 600 граммов метадона. Также рядом находились электронные весы и телефон с информацией о месте тайников закладок в березняках. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по покушению на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, предусмотренного частью 3 статьей 30, частью 5 статьей 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Весь объем изъятого на черном рынке мог быть оценен в 20 миллионов рублей. А вот суд, согласно уголовного кодекса, может оценить хранение и сбычу незаконных веществ в срок от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненным заключением для подозреваемого уроженца Ленинградской области. В ближайшем будущем рубрика ЧП-обзор будет выходить чаще. А в конце недели мы планируем рассказывать еще больше подробностей о произошедшем. Следите за программой передач нашего телеканала в газетах «Наш Соликамск» и «Городок». А пока желаю, чтобы у вас не возникало повода набирать номера экстренных служб. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова